После расставания с моделью Алены Гавриловой, личная жизнь предпринимателя и певца Эмина Агаларова находится под пристальным наблюдением его поклонников и СМИ. В начале года Эмин расторг помолвку с дочерью бывшего главы генштаба Азербайджана Наджмадина Садыкова, Фатимой, той самой девушкой, которая еще недавно посвящала песню о любви. Эмин отписался от Фатимы в Инстаграм, а уже в апреле был замечен со своей бывшей женой на вечеринке после премии Жара Music Awards. В июне пару также засняли вместе. Похоже, что Эмин действительно вернулся к своей бывшей возлюбленной. К тому же в своем недавнем интервью Эмин заявил, что хочет завести еще четверых детей и в этом году. Какие еще изменения произошли в жизни сердцееда Эмина Агаларова, вы узнаете из нашего видео. Оставайтесь с нами. Ну а мы начинаем. Сразу после выпуска сингла «Фатима» в сети появилась новость о том, что Эмин обручился с дочерью главы генштаба Азербайджана Наджмадина Садыкова, Фатимой. Но после известных всем событий в Азербайджане Эмин словно пропал с радаров. Оказывается, в этот период Эмин Агаларов смог многое переосмыслить и решился на довольно серьезные шаги не только в бизнесе, но и в личной жизни. Одним из таких решений стала внезапная продажа лейбла «Жара». Успешный лейбл, который входило более 100 артистов, включая самого Эмина, Боргенштерна, Джонни и других популярных исполнителей, после двух лет существования был продан компанией Warner Music. Теперь, благодаря лейблу Atlantic Records Russia, артисты лейбла «Жара» смогут влиться в глобальную сеть Warner Music, что поможет их дальнейшему продвижению за рубежом. По словам Эмина, благодаря этому артисты лейбла будут больше зарабатывать. Второе, не менее громкое признание, которое сделал Эмин, это его желание завести еще четверо детей. И я планирую еще как минимум четверо. Так вот, сможешь с этого места попасть в этом году? На удивление со стороны ведущих, Эмин сказал, что говорит абсолютно серьезно. Он упомянул, что помимо классических вариантов существует суррогатное материнство, которое сейчас модно у артистов. Ну что, суррогатные варианты существуют, что сейчас артистов модно вообще. Ну, разные есть варианты. Действительно, в свое время к суррогатному материнству прибегали известные исполнители. Алла Пугачева и Максим Галкин, благодаря чему на свет появились прекрасные Гарри и Лиза. Филипп Киркоров, у которого родился мальчик Мартин и девочка Алла Виктория. А также Сергей Лазарев, который стал отцом двух малышей. Сына Никиты и дочери Анны. Следует отметить, что музыкант очень любит своих детей и много времени проводит со своими наследниками. От первого брака с Лейлой Оливой у него есть двое сыновей и приемная дочка. От Алены Гавриловой у Эмина есть дочь Афина. Еще в прошлом году Эмин признавался, что хочет иметь еще детей. Дети очень любят своего отца. 11-летний сын Эмина Али решил пойти по стопам отца и стать музыкантом. Эту тенденцию подхватил и 11-летний сын Сергея Жукова, Энджел, который также, как и папа, решил выступать на сцене и уже выпустил свой первый трек. Впрочем, мало кто верит в то, что Эмин все-таки прибегнет к суррогатному материнству. Особенно на фоне слухов о том, что певец и бизнесмен вернулся к своей бывшей жене, Алене Гавриловой. Пару постоянно видят вместе. Но почему-то Эмин не спешит афишировать возобновление отношений с бывшей возлюбленной. На прошедшей 4 апреля премии Jaram Music Awards, а точнее на вечеринке после премии, Эмин не стесняясь проявлял свои чувства к бывшей жене, Алене Гавриловой. На видео с вечеринки после мероприятия видно, как бывшие возлюбленные о чем-то разговаривают, а в конце даже целуются. И это после громкого расставания весной прошлого года. В июне этого года Алену и Эмина также засняли вместе. Девушка сопровождала певца на одном из его выступлений. Впрочем, внимательные поклонники уже давно заметили, что Алена находится в приподнятом настроении и активно постит в Инстаграм пышные букеты, намекая на то, что снова счастлива. В интервью Юлии Барановской Эмин сказал, что ему прислали фото ребенка, его дочери Афины. Поклонники Эмина предположили, что именно мама Афины в тот момент отправила Эмину фотографию дочери. Несмотря на это, многие считают, что рано говорить о возвращении Эмина к Алене Гавриловой. Ведь Агаларов открыл свое модельное агентство и организовал конкурс красоты. Уже в следующем году он проведет конкурс Низ Жара 2022, в котором будут принимать участие девушки из стран СНГ. А самым красивым будет предложено подписать контракт с модельным агентством Агаларова – Жара Моделс. По словам певца, агентство станет посредником между компаниями и моделями. Рекламный бюджет компаний будет распределен согласно целевой аудитории подписанных на модели интернет-пользователей. Эмин планирует создать библиотеку начинающих моделей и помочь им монетизировать свое модельное искусство. По словам Эмина, агентство будет брать небольшую маржу с контрактов. Музыкант уверен, что его агентство станет самым современным и влиятельным в индустрии. Недоброжелатели уже потирают руки и говорят о том, что именно там Эмин будет искать себе новую возлюбленную. Но Агаларов это отрицает и говорит, что подобных намерений у него нет и это просто бизнес. И несмотря на то, что Эмина Агаларов поспешил сообщить о том, что сам участвовать в кастинге моделей на мисс Жара не будет, цитата, Во-первых, нет времени и нет желания. Я думаю, что этим займутся профессионалы. Все, кто знает Эмина и его любовь к красивым женщинам, уверены, что тот не устоит и все-таки не упустит возможность отобрать на конкурс самых красивых участниц. Уже в конце июня состоится фестиваль Жара, который пройдет в Крокус Сити Холли. А после гостей мероприятия ждут знаменитые вечеринки Эмина. Изначально мероприятия планировали проводить в Лужниках, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве, мероприятие перенесли из Лужников в Крокус Сити Холл. В этом году пятый юбилейный фестиваль Жара переехал из Баку в Москву, поскольку в прошлом году это не удалось сделать в Баку из-за пандемии, а в этом году завершилась война, которая унесла жизни многих солдат. Соответственно, в Баку не может быть проведено никаких увеселительных мероприятий. Известно, что 200 артистов с 23 по 27 июня примут участие в фестивале Жара. Что ж, похоже, у артиста начинается новый жизненный этап. Эмин признался, что похудел и бросил курить, что очень удивило ведущих, ведь недавно Эмин выпустил сингл под названием «Ментол». По словам музыканта, он все свои чувства пытается передать посредством музыки. И в этом ему помогает музыкант и продюсер Максим Фадеев, который уже написал Эмину несколько песен. Кроме этого, на этой неделе Эмин официально открыл обещанный бакинцам прибрежный курорт Sea Breeze, площадь застроенной территории которого составила 45 гектаров. Курорт уже окрестили одним из лучших и престижных мест Азербайджана. Зонтики, лежаки, душевые кабинки, свой бульвар, беговая и велосипедная дорожки, спортивные площадки, а также меблированные виллы, соответствующие последним тенденциям, уже ждут своих гостей и инвесторов. А чем еще удивит нас музыкант и бизнесмен Эмина Галаров, покажет время. Спасибо, что были с нами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok